Как помочь рассаде укрепить иммунитет или как из хиленькой рассады сделать жирненькую? С вами Анна Пашкевич и вы на канале Процветок. Давайте с этим разбираться. В среднем мы выращиваем рассаду на протяжении двух месяцев в надежде получить из нее качественный, хороший урожай. Поэтому необходимо при выращивании рассады первое и самое важное внимание акцентировать на развитии корневой системы. Каким образом мы можем помочь корневой системе нашей рассады? Самые доступные биологические препараты, которые необходимо периодически вносить с поливами, это гумазодержащие препараты. Гумазодержащие препараты активизируют работу почвенной микрофлоры, они способствуют всасыванию корневой системы всего того питания, которое мы внесли или с грунтом, или вносим в виде подкормок. Также активно активизировать развитие корневой системы будет, например, полив нашей рассады растворами, содержащими триходерму. Специалисты поделились информацией, что именно гриб рода триходерма, который мы вносим вместе с поливами или закладываем в грунт при выращивании рассады, способствует наращиванию корневой системы, а именно активизирует развитие корней второго и третьего порядков. Например, можно воспользоваться препаратом, который содержит триходерму от фирмы Профит. Его, кстати, можно найти на сайте нашего канала. Наряду с биологическими препаратами также можно и нужно активизировать развитие корневой системы полихимическими или синтетическими препаратами. Хорошим стимулятором корневозования будет являться янтарная кислота. Янтарную кислоту можно найти и в качестве кристаллического порошка, это более профессиональная фасовка, или в качестве таблеток, например, заглянув в аптеку. Если мы будем готовить рабочий раствор из кристаллического порошка, то будем брать 0,2 грамма янтарной кислоты, растворять в одном литре воды и проливать корень нашей рассады. Если мы отыщем таблетки, которая по весу 0,1 грамма, то тогда мы возьмем две таких таблеточки, растворим в одном литре воды. Если мы найдем таблетки весом 0,25 грамм, то, соответственно, возьмем одну таблетку, растворим в литре воды и по-прежнему будем проливать корневую систему нашей рассады. Также не лишним будет совмещать основной полив с добавлением микроэлементов. Кстати, о том, как приготовить концентрированный и затем рабочий раствор микроэлементов, я уже рассказывала неоднократно на канале. Также мы можем помочь рассаде расти не только ввысь, но еще и вширь. Мы можем также вносить синтетические препараты, например, такой препарат, как символ антистресс, который содержит хороший набор в виде аминокислот и микроэлементов. Аминокислоты будут выступать в качестве строительных кирпичиков и таким образом будет более интенсивное и более гармоничное развитие наземной части растений. Если же мы будем рассматривать биологические методы поддержки наземной части растений, то тогда можно прибегать и к тем же растворам гуматов, добавлять в гума, содержащие препараты, растворы микроэлементов или сразу находить биогуматы, которые содержат и гуматы, и микроэлементы. Ну а если нету ни синтетических аминокислот, ни гума, содержащих препаратов, то тогда можно приготовить отличный чай для рассады самостоятельно. Питательный и витаминизированный чай мы будем готовить из того растения, которое в 12 веке помогло Александру Невскому одержать победу над крестоносцами. Это растение повсеместно можно встретить в наших широтах. Цветет оно очень красивыми малиновыми цветками и наверняка вы догадались, что это иван-чай. Сейчас иван-чай вы можете найти в магазинах, а летом обязательно заготовьте его самостоятельно, потому что это несложно и доступно каждому. Итак, как мы будем готовить питательный и витаминизированный чай для нашей рассады? Для этого мы возьмем пол-литровую банку, приблизительно ее поделим на 5 частей и одну пятую заполним иван-чаем. После этого не забываем все залить горячей водой, кипятком не обязательно, для того, чтобы сохранить витамин С. Настаиваем в среднем около 2 часов, процеживаем и наш витаминный чай для рассады готов. 400 мл иван-чая будет достаточно для опрыскивания рассады в количестве 30 штук. Опрыскивание лучше проводить в утренние часы или вечерние, до или после захода солнца или в пасмурные дни. Иван-чай содержит большой спектр витаминов группы В. В1, В2, В5, В6, В9, В12. А как мы знаем, именно витамины группы В содержатся в зеленых культурах или в зеленых наземных частях растения. Также иван-чай содержит большое количество витаминов А, С и также ПП. Помимо этого, иван-чай содержит большое количество различных активных биохимических компонентов, которые будут способствовать хорошему наращиванию наземной или вегетативной части нашей рассады. Надеюсь, что рекомендации по Иван-чаю из этого видео помогут не только снизить уровень тревоги и стресса у вас, но и также укрепить иммунитет у вашей рассады. Оставайтесь на канале Процветок, не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»